Мероприятия, посвященные 61-й годовщине возвращения карачаевцев на историческую родину, прошли во всех городах и районах. Для жителей и гостей Карачаевска состоялась акция «Бессмертный полк» в изложении цветов и конно-спортивные мероприятия. Оттуда репортаж Шали Боташева. От центральной площади города к мемориалу жертвам депортации. Возглавило шествие бессмертного полка колонна мотоциклистов. Плакат с надписью «Мы вернулись» и сотни потомков карачаевцев, участников сражения Великой Отечественной войны. Люди прошли по улицам Карачаевска, объединенные гордостью за подвиги своих предков, радостью победы во Второй мировой и возвращение карачаевцев на историческую родину. В мемориал о жертвам депортации прошел традиционный митинг, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Обряд дуа по погибшим совершил имам Карачаевска Ахмат Урусов. Затем к собравшимся обратились представители власти, духовенства, общественных организаций республики. Мы соболезнуем всем тем, кто потерял своих родных и близких, прошедших через множество тягот и лишений. Мы не забываем и тех, кому так и не удалось испытать счастье, вновь обрести родную землю, увидеть родные места. Нашей памяти также останется навсегда то, что все народы Карачаева-Черкесии из Ставропольского края переживали депортацию карачаевского народа и радовались их возвращению. Несмотря на множество тяжелых испытаний, карачаевцам удалось сохранить свой язык, традиции и культуру. А вернувшись на историческую родину, они достигли больших успехов в развитии, благодаря поддержке единой семьи народов Карачаева-Черкесии. Если у кого-то хватило хамства 60 лет назад и выселить тысячелетний народ, который занимал эти земли, у нас должно хватить мужества на ближайшие тысячи лет оставить нашему народу единую Карачаево-Черкесию, единую Россию. И сегодня то, что делается в мире, вы хорошо знаете, если нужно будет, народ Карачаева-Черкесии скажет свое веское условие за единство нашей великой России. Мы обязаны сохранять то, что сегодня у нас есть. Этот мир, это самое великое, что имеется на земле. Ни богатство, ничего другого уже не надо, когда над небом будут летать самолеты с бомбами. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу жертвам депортации. Сотни людей почтили память погибших от насильственного выселения в Казахстан и Среднюю Азию. Затем на ипподроме Карачаевска прошли конно-спортивные мероприятия. Были учреждены призы. Празднование 61-й годовщины, памяти героев женщин социалистического труда. Патии Шидаковой, Нузулы Курджиевой, Зухры Байрамкуловой. Победу в скачках на приз главы Карачаева-Черкесии одержал жеребец по кличке Схимник, владельца Ильяса Лайпанова. Жокей Морзобек Капушев получил главный приз соревнований в размере 600 тысяч рублей. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.